Всем здравствуйте! Мы сегодня будем продолжать работать с этим жакетом и сегодня мы с вами рассмотрим, как правильно дублировать жакет. То есть, как я его буду дублировать, я вам сегодня все показываю, рассказываю, какие части мы дублируем полностью, какие частично, сколько, в каких местах. И также сегодня мы с вами рассмотрим, как правильно раскроить подкладку, а в дальнейшем видео рассмотрим, как правильно соединить, чтобы легко было и просто подкладку и жакет. рассмотрим подготовку и смотрите в нашем случае поскольку мы дублируем спинку только по линии низа и я вам говорила что у меня ткань твит поэтому все срезы уже обработаны и они пойдут в разутюжку на ширину подгиба спинку мы с вами проклеиваем то есть дублируем и вот пошел у нас подгиб то есть вот так еще раз повторюсь все срезы обработаны точно так же я поступила и с рукавами значит вот проклеила обработала здесь хочу обратить ваше внимание что если мы работаем с мягкими дублирующими материалами у меня очень мягкие материалы он мягенький поэтому я полностью его вырезала на всю ширину если у вас допустим он плотный и вы более что-то плотное дублируете то тогда он должен быть короче то есть вот здесь вот на ширину шва мы с вами делаем меньше то есть если у вас есть припуск один сантиметр значит на один сантиметр с одной стороны меньше и со второй если сильно плотный ну как бы плотный да вы видите что он такой плотненький это я вам показала спинку и рукава теперь показываю дальше полочка дублируется полностью вот у меня бачок вот у меня период вот здесь середина полочки вот здесь вот проходит и дальше смотрите обрабатывали оверлоком а вот этот срез самый крайний мы естественно не обрабатываем потому что сюда будет пришиваться подборт здесь обработки нет теперь смотрите подборт еще раз повторюсь что если плотный значит мы за минусом одного сантиметра делаем если плотный то тогда двумя частями мы дублируем верхнюю часть и нижняя часть идет подгиб то есть тогда у меня бы вот здесь был бы просвет ткани то есть одна часть вот это а вот здесь я бы отдельно полосочку и хотя бы два-три миллиметра у меня бы был просвет ткани для того чтобы был хороший подворотик но в моем случае будет все нормально теперь смотрите дальше заворотничок я говорила что сам воротничок я не вырезала из ткани вырезала из дублирующего материала наклеила после чего буду прошивать вдоль вот так вот то есть по контуру и будем выворачивать вырезать это то что касается сейчас дублирование по подкладке сразу же рассказываю как и подкладку раскроить подкладка кроится одинаково абсолютно одинаково с теми деталями которые есть за минусом двух сантиметров по длине значит смотрите вот у меня рукав но я не буду на всех деталях показываю да вот у меня рукав допустим я его повторила всю и вот здесь на два сантиметра я сделала короче не на ширину подгиба а на два сантиметра потому что у нас здесь должен быть какой-то такой вот напуск который нам поможет нормально двигаться я взяла для подкладки трикотаж трикотажное полотно поэтому при раскрою деталей спинки вот у меня деталь спинки сейчас я вам постараюсь найти я здесь не давала никакого такого напуска ну совсем совсем чуть-чуть для свободы смотрите сейчас складываю и чуть-чуть поворачиваю ну тут буквально несколько миллиметров если вы ставите подкладку обычную подкладочную ткань которая не тянется вот здесь нужно нужно добавить от сгиба плюс еще один сантиметр это свобода которую можно вот здесь вот либо зашить либо сделать складочку и оставить и она должна обязательно быть то же самое выкраиваем за минусом два сантиметра по длине постольку у нас есть подборд сейчас я вам показываю подкладка так где у меня какие детали это тоже пойдет сюда так вот у нас детали и вот у нас вперед естественно здесь у меня будет подбор ты я вырезала как есть потому что там не экономить было нечего но я между не было смысла срезать поэтому решила я показать вам как есть ну допустим вот у нас идет деталь до деталь основная и вот у нас подборд вот эту часть сейчас показываю вам значит я вот здесь именно спереди выкроила сейчас одной длины значит вот она которая у нас идет к середине потом я вот эти два сантиметра я их вот так вот срежу а начало у нас должно быть абсолютно одинаково теперь подборд он же будет пришиваться к подкладке и естественно сейчас давайте его так у положу вам естественно мы должны ширину подборта убрать и пришивается вот так вот я намечаю я потом все срежу и делаю припуск на шоу вот здесь я делаю полтора сантиметра почему полтора потому что у меня и вот здесь вот будешь зашиваться и здесь и когда вместе сошьются будет все нормально поэтому вот так вот я прохожу ровняю здесь все срезы сейчас вот видите здесь у меня вот подкладочка будет срезаться за минусом полтора сантиметра потому что вот здесь вот будет у меня припуск припуск на шов и дальше подборд переходит в следующую деталь значит смотрите вот так вот я прикладываю ее раскладываю вот эту часть и точно так же дальше повторяю это то что мне нужно будет вот так вот срезать то есть я срезаю вот это ненужная деталь и вот здесь ненужная ну излишки которые нужно будут срезать а сюда будет дошиваться именно подборд затем по соединению тоже постараемся снять вам видео пока соединяем все вместе а потом постараемся снять видео соединение изделия с подкладкой